Все в порядке, мы в прямом эфире. Всем счастливой пятницы. Добро пожаловать на наш прямой эфир Лив Гуд. В пятницу стартовый состав пожарных, признание звания, потрясающая тренировка. Сегодня у нас для вас, ребята, волнующий звонок. К нам присоединились несколько потрясающих докладчиков. У нас появился новый продукт. Вчера мы были просто в восторге от новых продаж. Сегодня складская команда работает не покладая рук, выполняя все эти заказы. Только вчера поступили тысячи заказов, что немного больше, чем в обычный день, когда мы запускаем новый продукт, но происходят важные события. Так что, Райан, я позволю вам начать с этого. И да, именно с этого мы и начнем. Посмотрим, что из этого получится. Да, Бен, это звучит великолепно. Просто потрясающе. Итак, мы запустили креатиновый хем, который у меня есть прямо здесь. Мы приготовили его в черном флаконе, который, как мне кажется, выглядит острым, очень острым. И уже сейчас поступает много вопросов. И мой самый простой ответ таков. Этот продукт изучается уже более 50 лет. Это безумие. За 50 лет были проведены сотни исследований, проведено множество исследований по безопасности, многие опасения были опровергнуты. Так же, как было опровергнуто здоровье почек. В прошлый понедельник мы подробно рассмотрели проблему контроля веса. Пожалуйста, обратите на это внимание. Это очень информативный обзор. А затем, в предстоящий понедельник мы ответим на вопросы и ответы. В прошлую пятницу, когда я сказал вам, что это произойдет в ближайший понедельник, у меня все было наоборот. Это произошло не потому, что это последний понедельник каждого месяца, когда мы проводим вопросы и ответы. Поэтому, пожалуйста, задавайте всем свои вопросы. Нам это очень нравится. Мы с Лизой обсудим их и найдем общий язык. Мы справимся с ними. Итак, в понедельник, в полдень по восточному времени, вопросы и ответы, принесите это. Новый продукт. О, и так, все уже на складе. Склад работает без сбоев. Возможно, сегодня вы немного расскажете о некоторых вопросах, связанных с доставкой. Я думаю, у нас все в порядке. Я думаю, что мы перешли на новый уровень. Я думаю, что у нас все хорошо получается. Несмотря на то, что заказы на новые продукты поступают каждую неделю, я бы сказал, что мы ожидаем масштабного предпраздничного запуска. Так что я не могу поверить, что мы уже говорим об этом. Мы приближаемся, я предполагаю, что Хэллоуин будет на следующей неделе, а затем наступит ноябрь, и мы будем на скачке, День Благодарения. А затем прямо на Рождество, Хануку и Новый год. К концу года произойдет очень много важных событий. Их будет очень много. Мы рассказали вам о большинстве продуктов, но не обо всех. Таким образом, требуется большая тяга, большая активность, большие инвестиции, большие вложения как во время, усилия, деньги, так и во все остальное. Мы действительно уделяем большое внимание хорошим, здоровым продуктам, которые нужны всем, которые нужны каждому, я могу использовать их и привести вам по супер доступной цене. Я очень-очень горжусь всем этим. И я думаю, Бен, что у меня нет необходимости анонсировать какие-либо другие продукты. Есть ли что-нибудь еще, о чем вы хотели бы, чтобы я рассказал? Это было потрясающе. Да, круто. Будьте командой. Вам, ребята, это понравится. И я имею в виду, что каждый из наших продуктов имеет девяностопневную гарантию возврата денег. Попробуйте это. Если вам это не нравится, отправьте это обратно или что-нибудь в этом роде. Но это потрясающе. У меня есть еще кое-что, что я хотел бы сказать. Давайте передадим это дело Натару Казану, нашему директору по сетевому маркетингу. Нет, или вы хотите поздороваться? Привет, мой брат. Большое вам спасибо, дамы и господа, я уже в пути. Извините за небольшое опоздание. Это невероятно. Прошлой ночью, боже мой, мы не спали до полуночи. Вы знаете, мне очень нравится то, что вы сказали вчера вечером. Процентное соотношение 30% наших сотрудников, получающих доступ к нашему продукту, совпадает с процентным соотношением нашего дублирования. Это о чем-то говорит людям. Наши продукты настолько удивительны, что когда люди получают доступ к ним, они начинают делиться ими с другими и испытывать к ним любовь. Возвращаясь к вам, Бен. Это потрясающе. Потрясающе. Лиза, хорошая девочка. Что у вас есть для нас? Всем привет. Я просто хотела поговорить о одном деле, которое мне нравится делать прямо сейчас. И это часть того, как мы, знаете ли, разрушаем индустрию. И это действительно происходит благодаря нашим потрясающим доступным ценам. Но многие люди попадают в эту маркетинговую схему, не так ли? Они читают о бутылочке с добавкой, в которой содержатся все эти обещания, и покупают ее за 70 долларов, потому что думают, что это изменит их жизнь. И так многие люди присылают мне по электронной почте определенные продукты, чтобы я могла ознакомиться с ингредиентами. И только одна пара, которая произошла на этой неделе, как один из них, заплатила 65 долларов за 4 экстракта в этом приложении. Эти 4 экстракта были в нашем супер-красном цвете. Эти 4 экстракта были объединены в запатентованную смесь. И вы понятия не имели, сколько каждого из этих экстрактов на самом деле содержится в этой добавке. Не говоря уже о том, что дозировка этой запатентованной смеси была значительно ниже, чем у нас. Так вот, именно из-за этих маленьких сравнений они читают этикетку на бутылке и делают все эти удивительные заявления, и они думают, что принимают лучшую добавку во всем мире. Но потом, когда я иду и показываю им, и я доказываю, как эти супер-красные любят Трампа, они так сильно дополняют друг друга, не говоря уже о том, что наши цены намного ниже. Затем последовал еще один вопрос, в котором я, по сути, сказала, что вы тратите 60 долларов на яблочный уксус. Я сказала, просто сходите в магазин. Я покупаю бутылку органического яблочного уксуса за 5 баксов и делаю глоток перед каждым приемом пищи. Все очень просто. Но мы просто продолжаем сообщать вашим людям. Например, присылайте мне этот продукт, потому что мне нравится это делать. Потому что, опять же, все думают, что мы берем лучшее из того, что у нас есть. Самый лучший. Мне нравится пересматривать этот материал, сравнивать его с нашим и показывать, почему наш продукт превосходит другие. Поэтому всегда используйте меня в качестве источника информации. Кроме этого, я не думаю, что у меня есть какие-либо другие обновления. Мне очень нравятся все эти новые продукты. Я так взволнована всем, что нас ждет впереди. У нас много замечательных продуктов для Лив Гуд. Возвращаюсь к вам, Бен. Это потрясающе. Да, прямо сейчас я пью смесь зелени и креатина. Я имею в виду смесь зелени и коллагена. Но я хочу сделать действительно быстрый скриншот. Я в восторге от креатинового продукта Кретины Пласс Хэм. Позвольте мне вам кое-что показать. Где он находится? Хорошо, давайте перейдем к этому. Посмотрите, сможете ли вы, ребята, это увидеть. Хорошо, ребята, вы видите мой экран? Мой Эмазон? Да, нет? Да. Окей, это потрясающе. Все в порядке. Я просто добавил креатин Хэм. Я просто хочу показать вам. Итак, наша цена составляет 19 долларов 95 центов. Членская цена составляет 24 доллара 95 центов. Розничная торговля. Здесь представлены все доступные креатиновые капсулы. Это совсем другое дело. Во всяком случае, этот стоит 49 долларов 95 центов. Этот 1995 года выпуска, но содержит всего 1000 миллиграммов креатина. Наш содержит 5 миллиграммов креатина. Таким образом, наш продукт в 5 раз сильнее этого по той же цене. Этот стоит 29 долларов 95 центов. Этот стоит 65 долларов. Мы действительно показали это на нашей странице сравнения. Этот стоит 48 долларов 99 центов. Еще один такой же. Этот стоит 49 долларов 9554 доллара 95 центов. Этот, который я только что просмотрел, содержит 2671 миллиграмм креатина. Повторяю, в нашем креатине содержится 5 миллиграммов, так что просто смотреть на все это действительно здорово. Я собираюсь отказаться от совместного использования. Прекратите делиться, прекратите делиться. Вот и все. Все в порядке. И это только то, что есть на Amazon. Вы идете в Гэмси, вы идете на высокий уровень, вы знаете, вероятно, Whole Foods, другие магазины продуктов питания, вы будете платить намного больше, чем это. Таким образом, получить самый качественный креатин плюс хэм на рынке в 1995 году, это потрясающе. И мне это очень нравится. Особенно, знаете ли, третья часть цены на некоторые из этих других продуктов просто убийственна. Так что отличная работа, Райан. Мы нашли способ добиться этого. Еще один потрясающий продукт. Еще раз повторяю, я не могу дождаться выхода нашего претренировочного материала. Я расстроен тем, что у меня закончилась проба. Я возвращаюсь к третьему упражнению, пока оно не будет получено. Но да, происходят важные события. Таким образом, это означает, что еще одна важная неделя, на неделю больше, чем предыдущая. Множество новых повышений в звании. Давайте перейдем к ним очень быстро. А потом мне нужно кое о чем поговорить, о каких-то цифрах, о какой-то статистике. Это слово может быть произнесено. А потом, да, мы приступим к некоторым тренировкам. Я очень рад услышать от нашей команды, от нашей группы потрясающих лидеров, которые сегодня с нами. Итак, еще одна большая неделя повышения в ранге. Повторяю, каждый божий день на этой неделе мы получаем более 500 новых бронзовых медалей. Ежедневно мы повышаем свой ранг на 500 единиц. Большинство компаний не получают даже 100 новых медалей за месяц. У нас каждый божий день их набирается 500, и это только одно из достижений. Таким образом, только на этой неделе появилось 3717 новых партнеров, занявших бронзовые места. И еще раз, чтобы представить это в перспективе, большинство компаний не имеют даже 3000 человек, занявших призовые места во всей своей компании. Так что то, что за одну неделю у нас снова набралось 3717 человек, просто потрясающе. Поздравляю всех наших бронзовых призеров. И это меня так взволновало. Мы говорим о том, что 95% людей в индустрии сетевого маркетинга практически ничего не зарабатывают. И у нас есть по крайней мере 30% людей, достигших бронзового уровня, что является огромным достижением. И я, вы знаете, я много говорю об этом, но это не компенсационный план. На самом деле дело не в продуктах. Дело не в руководстве. Это не все, что мы собрали вместе. Дело в ценообразовании продуктов и моделей. Дело в том, что мы предлагаем вам, ребята, продукцию самого высокого качества на планете по самым выгодным ценам в любом месте. И в этом есть смысл. Людям легко пойти туда и поделиться этим, зная, что их друзья нигде не найдут лучшего продукта по лучшей цене. В то время как в любой другой компании это не так. Я имею в виду, что очень трудно продать товар стоимостью 60 или 80 долларов, когда ваши друзья могут найти его на Amazon за половину цены или треть от нее. Именно поэтому люди испытывают трудности. Вот почему люди терпят неудачу в сетевом маркетинге, так это потому, что трудно продавать товары по завышенной цене. Но когда у вас есть лучшие товары по самым выгодным ценам, это легко. И вот когда 30% людей дублируют друг друга и добиваются успеха, многие из них уже пробовали другие программы раньше и были частью этой 95% статистики. И вот теперь впервые за все время мы получаем результаты, мы делаем что-то правильно. Итак, позвольте мне также поздравить всех нас, всех вас, ребята, с тем, что всего за 10 месяцев число участников достигло 800 человек. Вчера мы набрали более 800 человек. Это просто потрясающе. Невероятно. Такого еще никогда не было в индустрии сетевого маркетинга. И мы только начинаем. Мы собираемся поговорить о некоторых вещах, которые появятся здесь во втором выпуске. Но еще раз поздравляю всех наших новых бронзовых призеров, число которых превысило 3,7. Это потрясающе. Еще 464 новых партнера, занявших серебряные места. Только на этой неделе 464 человека создали в своей организации команду, состоящую по меньшей мере из 20 человек. Серебряные монеты приносят от 100 долларов в месяц до, вероятно, одного доллара с нулем в месяц, поскольку они приближаются к золоту. Очевидно, что эти бонусы за рекрутинг, которые быстро начинаются по мере того, как вы создаете свою команду, помогают на переднем плане, пока вы создаете команду. Задняя часть. Вот почему мы сделали их такими щедрыми. Если вы регистрируете кого-то за 50 долларов, вы получаете комиссионные в размере 25 долларов. Быстро кладите деньги в свой карман. Именно так, так много людей могут быстро получить прибыль. И не забывайте об этом. Спасибо вам. Не забывайте, что сэкономленный доллар – это заработанный доллар. 100% из вас, ребята, должны получать прибыль, просто используя наши продукты. Просто покупая продукты, вы экономите больше денег, чем тратите каждый месяц. И это самый большой выигрыш из всех возможных. Но еще раз поздравляю вас с нашими 464 новыми серебряными монетами. Это потрясающее достижение. Так держать. Продолжайте в том же духе. Давайте продолжать стремиться к золоту. У нас появился еще 81 новый партнер с золотым рейтингом. И это действительно одно из моих любимых мест, потому что это изюминка сетевого маркетинга. Именно для этого и был разработан сетевой маркетинг, чтобы помочь людям зарабатывать дополнительные от 3 до 500 долларов в месяц, может быть, 1015 сотен долларов в месяц. Чтобы иметь возможность быть на стороне доход, чтобы иметь возможность оплачивать некоторые счета, создавать дополнительные возможности и просто немного облегчать жизнь. И именно в этом заключается наше золотое звание. Поздравляем вас с достижением 81 новой цели, благодаря которой в вашей организации была создана команда, состоящая по крайней мере из 100 человек. Многие из вас, ребята, сделали это очень-очень быстро. Многие из вас, ребята, уже сделали это. На это ушло несколько месяцев, и это нормально. Самое замечательное в этом бизнесе то, что всегда есть с кем поговорить, и у ребят есть 800 человек. По сравнению с миллиардами и миллиардами людей, которые абсолютно нуждаются в этом. Это компания, эти продукты, эта возможность, эта группа людей, эти возможности, мир просто распахнут настиж. Еще раз поздравляю вас с 81 новым голом. И еще 13 новых партнеров, получивших платиновый рейтинг. Так, поздравляю, 13 новых платиновых призов. По-моему, на прошлой неделе у нас их было 11. 13 это потрясающе. Платина приносит от 1010 до 0 долларов в месяц, приближаясь к бриллиантовой. У меня есть пара новых клиентов в их организации, но еще один высокий ранг. И вот еще что. Речь идет о дополнительном доходе в размере 500 долларов, даже 2 500 долларов в месяц. В виде остаточного дохода, поступающего месяц за месяцем, по мере того, как эта штука продолжает строиться, расти и просто поддерживаться. Потому что это это большое событие в индустрии сетевого маркетинга. Когда люди отказываются от компании, продукта или нет, неважно, за 2,8 месяца они получают остаточный доход. Который будет продолжать поступать месяц за месяцем, год за годом, это нереально. Но здесь абонемент стоимостью 10 долларов в месяц позволяет людям сэкономить гораздо больше денег, чем они тратят. И это становится все более ценным с каждым выпускаемым нами продуктом и всеми новыми вещами, которые мы продолжаем добавлять. Ребята, это отличная возможность. Это настоящий остаточный доход, который я искренне верю сохранится и, вероятно, увеличится через 5 лет. Через 10 лет, даже через 2050 лет, потому что это членство никуда не денется. И еще раз повторяю, мы приобретаем все большую ценность. Итак, 13 новых платинумов, поздравляю. На этой неделе новых бриллиантов не будет. Еще одна захватывающая мощная неделя. Снова больше, чем на прошлой неделе. Поздравляю. Вы, ребята, просто в ударе. И я думаю, что с учетом того, что конец месяца приходится на вторник, предстоящая неделя, начиная с сегодняшнего дня, когда пятница, первый день недели, будет еще более насыщенной, чем на прошлой и позапрошлой неделях. Все проделали отличную работу. Вы, ребята, просто в восторге. Не хотите ли вы что-нибудь добавить, прежде чем я перейду к делу? Да, я согласен, брат. Большое вам спасибо. Это потрясающие цифры. Вы абсолютно правы. В этой удивительной отрасли есть люди, с которыми мы с вами познакомились, и которые нам обоим очень нравятся. И именно поэтому мы исправляем ситуацию с помощью 800 пионеров, потому что 800... Да, мы благодарны, дамы и господа, как сказал Бен, да, это так. Это феномен. Да, это новое рождение воздуха. Да, очевидно, что мир ждал этого момента. Но это лишь верхушка айсберга. Это только верхушка айсберга. В это время года, дамы и господа, компаниям сетевого маркетинга приходит конец. Домашний бизнес в большинстве случаев завершается летом и непосредственно перед праздниками. Почему? Потому что люди не хотят платить 100 долларов за бутылку, когда им нужно отвезти своих детей на каникулы или что-то еще сделать со своими детьми. Посмотрите, что мы делаем. Мы ежедневно привлекаем тысячи, тысячи и тысячи людей в нашу компанию. И мы только начинаем. Итак, дамы и господа, сегодня у нас первый день, я не знаю, десятки тысяч людей присоединились к нам за последние 30 дней. Отправляйтесь туда, предоставьте ссылку на свой тур всем, кого вы знаете. Доктор Аарон прекрасно сказал об этом на прошлой неделе. Экономия денег – это так сексуально. Экономия денег – это так потрясающе. И точно так же, как сказал мистер Кросс на прошлой неделе. Мы с Беном говорили об этом еще до того, как Лив Гуд даже назвали Лив Гуд 7 или 8 лет назад, когда мы мечтали об этом, но время было неподходящим. Здесь никто не проигрывает. Здесь никто не проигрывает, когда это стоит единовременно 40 долларов. Что составляет половину бака бензина и членский взнос в размере 33 центов в день, который на самом деле не является затратой. Когда вы покупаете два продукта и уже получаете прибыль, это не является затратами. В этом и заключается прелесть живого товара. Именно поэтому мы так быстро развиваемся, потому что люди гордятся нами, потому что люди говорят, знаете что, я исследовал этот продукт. Это потрясающий продукт. Я даже не могу найти это на Амазон. Эти продукты стоят еще дешевле и поставляются с гарантией возврата денег. И посмотрите, что это дало мне. Взгляните на цифры. 30% людей, которые находятся в Лив Гуд, покупают наши продукты, даже несмотря на то, что у нас нет требований к покупке продукта. И посмотрите на наш уровень дублирования, примерно 30%. О чем это вам говорит? Когда люди получают доступ к нашим продуктам, они становятся рекрутерами, потому что гордятся ими. Они действительно гордятся. Я занимаюсь этим уже 30 лет. Бен занимается этим уже более 20 лет. В совокупности это составляет 50 лет. Мы изучаем статистику компании. Это самая прекрасная отрасль в мире. Именно поэтому нас с Беном называют разоблачителями, которые вернулись сюда, чтобы исправить ситуацию. И это является доказательством того, что мы исправляем ситуацию, потому что вы осознаете, что мы делаем. Спасибо вам за то, что вы вышли на пенсию, мистер Галински. Мне нравится это говорить. Всегда пожалуйста. Я действительно так считаю. Спасибо вам за то, что вытащили меня из отставки. Да, это было очень важно для меня. Хорошо, давайте начнем с этого. Итак, Райан рассказал о наших инвестициях. Прежде всего, я хочу, чтобы вы, ребята, поняли, что мы на 100% свободны от долгов. Мы зарабатываем более 10 миллионов, почти 10 миллионов долларов в месяц. Уже 10 месяцев только начинаем, выплачивая тонну комиссионных. Но мы вкладываем много средств, вернемся к тому, чтобы просто накапливать запасы, создавая много ресурсов. И это, знаете ли, разговор об инвестициях времени, усилий, энергии, денег, всего остального. Я имею в виду, что то, что мы сделали на данный момент более чем за 800 участников за 10 месяцев, никогда раньше не делалось в истории отрасли. Именно об этом я и думал, а не о ней. Многие компании создают компанию, разрабатывают компенсационный план и все такое прочее, чтобы привлечь лидеров, привлечь людей, которые приведут людей в компанию. И это забавно, потому что мы создали это, чтобы привлечь 99% людей, которые не являются одним процентом наших сотрудников. Люди, стоящие на вершине компенсационного плана. И забавно, что в самом начале мы получили сильный отпор от лидеров, которые говорили «нет, это не так. То, что я ищу. 25 центов с человека». Очевидно, они не понимают, что соответствующие бонусы, преемственность поколения и все такое прочее. Но это действительно круто. И мне нравится, что эти лидеры, которые не хотели смотреть на нас в самом начале, теперь все их люди, 99% команд присоединяются к нам. Потому что это имеет смысл для 99% людей, которые испытывают трудности в любой другой компании и, наконец, могут добиться результатов и увидеть успех здесь. Мне это очень нравится. Мне нравится, что когда вы обращаетесь к 1% людей, 1% людей добьется успеха. Когда вы обращаетесь к 99% людей, вы добьетесь гораздо большего успеха. И многие из этих людей будут занимать лидирующие позиции в плане вознаграждения. Все выиграют. Как сказал Джош, здесь никто не проиграет, особенно благодаря продуктам, возможностям и всему, что мы собрали вместе. Но вернемся к инвестициям. Итак, мы вкладываем много времени, усилий и энергии в то, чтобы действительно улучшить то, что мы собрали вместе, в том, что касается ресурсов, видео, инструменты, баннеры. Все, что поможет вам, ребята, выйти на рынок и просто наполнить мир живым товаром. Потому что мир должен знать о том, что мы делаем, а они пока этого не делают. 800 человек – это огромная цифра, но она ничтожна по сравнению с тем, где мы будем через год, через два года, через пять лет. Это только начало, и пришло время для этого. Пришло время подлить масло в огонь, не отпускайте педаль до упора и просто продолжайте крутить эту штуку. Именно этим мы и занимаемся. Итак, ребята, мы все оказались в нужном месте в нужное время. Это действительно захватывающе. Мне нравится, мне просто нравится то, что происходит. Мне нравится, что мы совершаем революцию в этой отрасли. Мы исправляем эту отрасль, разрушаем сломанную бизнес-модель и делаем это в идеальном соответствии со всем, что происходит во всем мире, что касается покупательских привычек клиентов. Изменение покупательских привычек потребителей. И я, вы знаете, я люблю Райана и Лайзу, и просто их страсть активно заботится о своем здоровье. Потому что я думаю, что эта волна людей, просыпающихся от этого сломанного состояния, знаете, сейчас в мире очень много сломанных вещей. И я думаю, что эта модель здравоохранения, ухода за больными, просто врача, лекарства, медицины также полностью разрушена. И я думаю, что мир стал таким же нездоровым, каким он когда-либо был. И впервые за всю историю он просыпается и осознает, что нуждается в переменах. И люди начинают говорить, о боже, это не работает. Почему я принимаю наркотики каждый божий день до конца своей жизни, чтобы попытаться контролировать это? Если бы я просто проявил инициативу, встал перед этим, вы могли бы многое изменить. Вы можете встать перед этим, если вы здоровы, и избегать этой дряни. И как любит говорить Лиза, расширяйте свою жизнь, свое здоровье, а не только продолжительность жизни. Будьте здоровы, чтобы наслаждаться жизнью. Я имею в виду, ребята, здесь так много возможностей, о которых люди должны знать. И мы находимся в самом начале этого пути. В остальном, так что говоря об этом, я буду немного строг с вами, ребята, прямо сейчас. Так что не говорите об этом, не просто задавайте мне вопрос, о, что же это будет значить. Итак, речь идет о том, что 30% людей зарабатывают деньги в этой компании. Угадайте, что именно. Вот что очень интересно. И этот факт просто поразил меня, когда я, и я действительно сделал шаг назад и посмотрел на себя, я, ребята, знаете, я специалист по статистике. Именно поэтому я покончил с этой индустрией сетевого маркетинга. Но я смотрю на реальные цифры, и какими бы захватывающими и мощными они ни были, и насколько сильно мы доминируем, сокрушая индустрию сетевого маркетинга. Только около 30% наших пользователей когда-либо заказывали продукты. 30% Как вы думаете, имеет ли это какое-то отношение к 30% людей, которые зарабатывают деньги в компании? Может быть, да, а может и нет. Но суть вот в чем. У нас есть продукты, которые нужны людям. На самом деле здесь есть два важных момента. Первый момент заключается в том, что очень интересно, как выглядит продукт в компании сетевого маркетинга, основываясь на этих статистических данных. Потому что имейте в виду, опять же, что у нас нет требований к покупке продукта. Никто и никогда не должен покупать ни один из наших продуктов, если он этого не хочет. Таким образом, единственная причина, по которой люди покупают наши продукты, заключается в том, что они действительно хотят быть здоровыми. Они хотят что-то изменить в своем физическом «я», и они хотят стать лучше, быть лучше и улучшить свое здоровье. Именно поэтому люди используют наши продукты. Им это не обязательно. Так или иначе, в других компаниях, где люди вынуждены покупать продукты, суть заключается в следующем. Если бы у других компаний не было требований к покупке продукта, никто бы его не покупал. И вот почему, опять же, вы знаете, это просто подпитывает идею о продолжительности жизни в 2,8 месяца. В большинстве компаний сетевого маркетинга людям наплевать на продукты. Именно поэтому они увольняются через три месяца. У них в шкафу полно продуктов, которые они никогда не будут использовать. А если у вас в шкафу полно продуктов, которыми вы не пользуетесь, посмотрите на них. Если они полезны для здоровья, если они органические, если они чистые, обязательно используйте их. Если это не так, если в них есть химикаты, пестициды и прочий мусор, выбросьте их. Нет никаких причин хранить их в вашем шкафу, потому что вы все равно не должны вводить их в свой организм. Но интересно наблюдать, как мало на самом деле продукт имеет значение в компании сетевого маркетинга. И еще раз повторяю, единственная причина, по которой люди покупают наши продукты, заключается в том, что они работают и имеют отличную цену с гарантией возврата денег в размере 98%. И как только люди пробуют их, они продолжают ими пользоваться. Но это действительно интересная вещь. И так далее, но в то же время это говорит мне о том, что многие из вас, ребята, даже не пробовали эти продукты. Как вы собираетесь говорить о продуктах и испытывать восторг от продуктов, которые вы даже не использовали? Вам, ребята, абсолютно необходимы эти продукты. Этот магний стоит 8 долларов 95 центов. Если вы являетесь членом клуба, нет никаких оправданий тому, чтобы не принимать его каждый божий день. Попробуйте принимать его в течение месяца. Если вам это не совсем нравится, хорошо. Никогда больше не заказывайте его. Вы можете отправить пустую бутылку обратно. Мы вернем вам ваши 9 баксов. Но, ребята, вы должны внимательно следить за этими продуктами. Они изменят вашу жизнь. Давайте поговорим о том, как проявлять инициативу. Я имею в виду, что есть причина, по которой этот мир настолько нездоров, насколько он есть, потому что люди просто не принимают лекарства, не поступают правильно. Поступайте правильно, покупайте свои продукты, будьте здоровы, будьте впереди всего этого. И я обещаю вам, что вдобавок ко всему, когда вы используете эти продукты, это укрепляет вашу веру, ваш авторитет, просто вашу целостность. Все, о чем вы говорите, когда вы ходите на улицу, это происходит из другого места. Независимо от того, чувствуете вы это или нет, я обещаю вам, что когда вы пользуетесь этими продуктами и искренне верите в них, гораздо проще выйти на рынок и поделиться ими. Это просто так. Все в порядке. Что-нибудь еще? Только не Райан, Лиза, вы, ребята, идите туда. Брат, вот в чем заключалась моя задача на последние несколько дней этого месяца. Дамы и господа, с этого момента, особенно те совершенно новые люди, которые присоединились к нам на прошлой неделе, добро пожаловать в нашу семью. Войдите в систему, укажите адреса своих веб-сайтов, отправьте ссылку на свой тур всем, кого вы знаете, и все, что вам нужно сказать. Это слышали ли вы, что происходит, продолжай и живи хорошо. Но, дамы и господа, я буду оспаривать все серебряные, золотые и платиновые медали, бриллианты и короны в этом конкурсе до конца этого месяца. Цифрам не нравится, что Гленн похож на Илона Маска из сетевого маркетинга. Этот парень специалист по статистике. Цифрам не нравится, что между сегодняшним днем и концом месяца, в следующий раз, когда вы пригласите людей, благословите их живым добром. Попросите их вернуть наше международное здоровье, пока они еще живы. Мы уже приступили к делу. Если им это не понравится через 90 дней, отправьте его обратно пустым. Мы вернем им их деньги, чтобы они могли обратиться к другим компаниям, которые продают продукцию в 10 раз дороже. Таким образом, люди, стоящие на вершине, будут получать зарплату, а те, кто зарабатывает больше всего, продолжают покупать новые автомобили каждую вторую среду. В то время как матери-одиночки заполняют свою кладовую. Кстати, еще кое-что. Вот почему я не хочу слишком заискивать перед Беном. Но одна из вещей, которая мне нравится в этом парне, заключается в том, что он всегда относился к обычным людям. Потому что мы были обычными людьми. Мы и есть обычные люди. В нашей компании есть джентльмен, которого я обожаю. Его зовут Кристофер. У него были какие-то проблемы со здоровьем, и в течение примерно двух с половиной месяцев его нигде не было видно. Угадайте, что именно. В течение двух с половиной-трех месяцев ему не нужно было каждый месяц покупать продукты и пополнять ими свою кладовую, чтобы оставаться квалифицированным специалистом. Он заплатил 9 долларов 95 центов. Примерно 200 миллионов человек платят Amazon 14 долларов в месяц. Примерно 100 долларов в месяц. Миллион человек платят Amazon 10 долларов в месяц. Он платил 33 центов в день и неукоснительно получал свой чек каждую неделю и каждый месяц. Леди и джентльмены, это настоящая революция. В ближайшие несколько дней я брошу вам вызов. Все, кого вы зарегистрируете, все, кого вы приведете в Ликвид, чтобы начать свой ликвидный бизнес, еще не приобрели наш пакет международной ценности. Не приобрели нашу ежедневную программу Essential, и посмотрите, каков процент вашего дублирования будет подниматься вверх. Цифры Нилгуд. 30% пользователей Ливгуд пользуются нашими продуктами, и так совпало, что 30% людей дублируют наши продукты. О чем это вам говорит? Кстати, я люблю Бена, но он был в чем-то неправ. 30% людей в Ливгуд не единственные, кто зарабатывает деньги. Когда вы покупаете продукт, за который вы заплатили бы 100 долларов за CBD Old от другой компании, но Бен дал вам его дешевле, чем мы продавали вам месяц назад. Потому что наша покупательная способность привела к снижению цен, и мы передаем это нашей семье, нашим членам. Помните, если вам что-то не понравится, отправьте его обратно пустым. Купите 100-долларовую бутылку, чтобы вы могли оценить ее качество для своего друга. Дамы и господа, сейчас самое подходящее время. В это время года, конец октября, начало ноября, самое подходящее время для этого. Сделайте это. В течение следующих пяти дней, когда вы регистрируетесь, люди могут начать с пакета International Value Pack и, извините, International Wellness. Соберите вещи и посмотрите, что произойдет в вашем бизнесе в начале декабря. Возвращаюсь к вам, Бен. Это потрясающе. Я хотел бы прокомментировать три момента. Во-первых, да, Кристофер тоже покупает продукты. Похоже, что сон был одним из его любимых занятий. Но да, Райан, мы даже не говорили о международных пакетах. Так что я думаю, что они находятся в Германии. На самом деле, они отправились самолетом, а не на лодке, как я сказал на прошлой неделе. Так что я думаю, что они доберутся туда сегодня, а может быть и вчера. Так что они должны быть доступны в ближайшие пару дней, что также означает, что мы собираемся сделать их доступными в США в ближайшие пару дней. И поговорим об идеальном наборе, который вы, ребята, должны принимать каждый месяц за 79 долларов 95 центов. Вы получаете поливитамины, витамин D, магний, четвертый фактор, суперзеленые и суперкрасные продукты. Шесть наших самых мощных продуктов, которые каждый должен принимать каждый божий день, стоят 79 долларов 95 центов. Это будет потрясающая упаковка, которую вы, ребята, можете купить. Поскольку мы добавляем нашу автоматическую отправку, вы можете включить это в режим автоматической отправки, если хотите. Потому что это определенно то, что, по моему мнению, должно быть у каждого каждый божий день. Но говоря о том, чтобы быть продуктом продукта, мы не просто говорим об этом. Я сижу здесь и пью моя суперзелень, смешанно с моим коллагеном. Это так и есть. Да, Джош держит в руках пару продуктов. Я уверен, что Брайан, скорее всего, пьет свой коллаген. У Лизы всегда есть свои аминокислоты. У Надера всегда есть свои суперкрасные коктейли. Он и няня проводит без своих суперкрасных коктейлей. Но, ребята, вот продукты, которые должны быть абсолютно эффективными. Сегодня я принял поливитамины, витамин D, четвертый фактор, протеиновый порошок. Я выполнил нашу старую предтренировочную программу Е3, прежде чем отправиться сегодня утром на горный велосипед. Когда я вернулся, у меня был протеиновый порошок, а сейчас я пью зелень и коллаген. Кстати, сегодня утром я смешал свой суперредс с Е3. Так что же это такое? Уже шесть или семь продуктов. Сегодня вечером я приму свой магний. Я приму свои аминокислоты позже. Ребята, эти продукты просто потрясающие. Есть причина, по которой у нас так много энергии и энтузиазма, и все получается. Вы знаете, эти продукты абсолютно эффективны не только физически, но и психологически. Просто так много удивительных преимуществ. И когда ваш организм функционирует правильно, все функционирует правильно. Вы мыслите яснее, вы лучше работаете, вы более сосредоточены, у вас больше энергии, вы лучше спите, вы лучше какаете. Буквально все в вашем теле работает. И это еще одна причина, по которой стоит принимать эти продукты. Хорошо, у нас есть потрясающая линейка спикеров, и я не могу дождаться, когда услышу от него. Давайте начнем с первого места, просто потому, что он пропустил наш звонок на прошлой неделе. Сегодня мы отпустим его на первое место. Давайте отправимся в Агайо. Карри Рассел, ты готов. Большое тебе спасибо, Бен. И как сказал Нотер, огромное спасибо тебе за то, что ты помог нам в этой области. Эта компания кардинально изменила мою жизнь. Все, кто следит за моей жизнью, говорят, что за последние два года она стала просто сумасшедшая. И сегодня я увидел сообщение. Я собираюсь его прочитать. Кое-кто только что подписался на меня. Я не знаю, кто этот человек, но мне нравится то, что им просто нравится простота этого поста. Открыты ли вы для постоянного источника дохода? Это все, что мне нужно знать. Нет, я не хочу нанимать вас на работу. Нет, я не хочу, чтобы вы бросали свою повседневную работу или свою нынешнюю компанию по сетевому маркетингу. Нет, я не хочу, чтобы вы чувствовали давление. У меня есть видео, которое окажет вам услугу. Я не думаю, что это может быть намного проще, чем это. Я не думаю, что наша бизнес-модель – структура того, что мы делаем, чтобы приглашать людей в клуб по таким потрясающим ценам. Как бы то ни было, мы этого не делаем. Я никогда не хочу, чтобы люди верили, что это будет сложно, или что им нужно знать, как это сделать. Куча всякой всячины, или они должны знать о плане компа, или знать обо всех деталях. Все это как нельзя лучше подходит для нашей компании. Компенсационный план в LiveGood был до смешного простым, потому что мне не нужно было нанимать людей. Мне не нужно было знать, кто займет первое место. Мне не обязательно знать, куда мне поместить Боба, а Боб находится в резервуаре для хранения. И теперь Бобам нужно манипулировать, чтобы он добрался до вас. Опередил двух или трех человек. И вы знаете, как работают резервуары для хранения для тех, кто знает, как с ними работать, ребята. Простота того, что мы делаем, поражает. И я не знаю, являюсь ли я просто тем, кто постоянно повторяет одно и то же снова и снова. Все очень просто. У меня были тяжелые времена. Я бывал в компаниях, где мне приходилось разбираться в деталях и разбираться в ингредиентах. И на этой неделе ко мне обратилась одна дама. Трейси, Трейси обратилась ко мне и захотела узнать что-нибудь о наших продуктах. Первое, что я отправил ей, было электронное письмо от Лизы. Я подумал, я не собираюсь отвечать ни на один вопрос о продукте, потому что у меня есть КикТок, кто буквально обожает отвечать на вопросы о продукте. И она сможет дать вам профессиональный ответ, потому что я ничего не знаю и хочу оставаться ни о чем не подозревающим. Я хочу быть самым простым, почти самым тупым парнем в своей команде, потому что чем больше я смогу использовать ресурсы, тем больше мне не нужно будет знать об этом самому. И просто делать то, что я должен сделать, чтобы построить этот бизнес, приглашать больше людей в члены, приглашать больше людей в «Приглашайте больше людей» на экскурсию. И знаете что? Мне все равно, даже если сотня людей скажет «нет», а я найду одного, который скажет «да». Через этого человека я могу найти другого человека, и через этого человека я могу найти еще одного человека. Ребята, это слишком просто, и Бен Ноттер, Райан, Лиза предоставили нам ресурсы, на которые мы можем указать людям, так что вам не нужно знать ничего другого. Просто делитесь этим видео снова и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, и снова, цель, которую вы лично должны достичь. Все это так здорово, Бен. Большое вам спасибо за то, что вы нам дали. И кстати, сегодня я заказываю креатин. Я был в разъездах 7 недель подряд, и теперь я закончил путешествовать, так что сегодня я сделаю заказ. Так что надеюсь, что-то еще осталось. Надеюсь, что-то еще осталось. Это потрясающе. Да, у нас большой запас инвентаря. Давайте поговорим об инвестициях. Наши склады переполнены. Но закажите немного аминокислот с креатином. Поговорим о мышцах, поддержании мышечной массы. Вам, ребята, нужны аминокислоты. Да, кстати. Да. Кстати, у меня есть еще одно свидетельство. Я отправил своему боссу наш коллаген. Это мой начальник по работе. Я сказал, что ему сделали операцию на горле, и они сказали, что у него были проблемы с выработкой коллагена, поскольку он все еще проходил интенсивное восстановление. Я услышал, как он упомянул коллаген, подошел к телефону, ответил на звонок, буквально отправил ему бутылку или пакетик нашего продукта. Коллаген. Он прислал мне фотографию, и он ее делает. Так что это довольно забавно. Мне это очень нравится. Это потрясающе. Да, людям нужны эти продукты. Им нужно рассказать им об этом. И они скажут, да, это звучит заманчиво. Мне нужно попробовать это. И они это делают. А потом они видят, что у нас есть и другие потрясающие продукты, и тоже пробуют их. Но да, это действительно работает. Но вы совершенно правы. Будьте проще. Это самая простая возможность для бизнеса. Просто невероятно, как много людей, мы говорим об этом одном проценте людей в мире. Каждую неделю я получаю звонки, электронные письма, текстовые сообщения от руководителей других компаний, желающих побеседовать. Они спрашивают, можем ли мы провести дискуссию. У вас есть 20-30 минут, чтобы мы могли поговорить о разных вещах. Я такой, о, это самый простой бизнес. Не она знает, а Райан знает. Потому что Райан такой, почему мы разговариваем с этими парнями. Самый простой бизнес на свете. Это очень, очень простая концепция. Похоже, что все ваши сотрудники узнают об этом, независимо от того, узнают ли они об этом от вас или от кого-то еще. Так что давайте приступим к строительству. Когда вы доберетесь до Даймонд, я дам вам 20 минут. А пока давайте зажигать. Давайте же. Это несложно. Так что вы абсолютно правы. Вам не нужно ничего знать. Вам не нужно быть экспертом по каждому отдельному продукту, каждому ингредиенту, каждому аспекту компенсационного плана. Вам не нужно ничего знать. Просто скажите, посмотрите видео, загляните на веб-сайт. Это очень просто. Если это имеет смысл, присоединяйтесь. Если этого не произойдет, просто продолжайте читать до тех пор, пока это не произойдет. А затем принимайте свое решение. Но это очень, очень простая модель. Вы хотите сэкономить деньги? Вы хотите стать здоровым? Вы хотите немного подзаработать? Поехали. Все просто. Отличная работа, Кари. Большое вам спасибо. Давайте отправимся куда-нибудь. Я очень рад получить от них весточку. Я постоянно вижу их на своем экране, их первые фотографии вон там. Так что давайте отправимся туда на этой неделе в Вегасе. Наши новые потрясающие друзья, платиновые лидеры Джош и... Прошу прощения, Джош и Брэд Кросс. Я очень рад получить от вас весточку, ребята. И очень быстро. В соответствии с вашей рекомендацией, на прошлой неделе я прочитал книгу Джошуа Миткалфа Хастл. Мы с моим сыном всегда слушали аудиокниги по дороге в школу. Мы купили ее на прошлой неделе и начали слушать в понедельник. Чувак, это, наверное, лучшая аудиокнига, которую мы когда-либо слушали вместе. Кроме того, существует множество других аудиокниг, в которых основное внимание уделяется обучению азам и болтам. Но это просто потрясающе. И в ней много мощного, очень действенного материала. Как он говорил сегодня утром, если вы общаетесь с людьми, страдающими ожирением, вероятность того, что вы заболеете ожирением, возрастает на 57%. Похоже, что ваше окружение действительно сильно влияет на вас. Просто сосредоточьтесь на том, с кем вы общаетесь, и в то же время оказывайте влияние. Потому что это работает и в обратном направлении. Если вы оказываете хорошее, позитивное влияние, вы также поможете привлечь своих друзей и знакомых, и поможете всем. Так что это было действительно круто. Также говорилось об этом парне, мне нравится этот парень, Джош Медауз, звучит как ребенок, но на самом деле аудиокнига, и мы работаем всего пять дней. А у нас есть примерно 15 минут за раз. Это похоже на то, что я хочу послушать это, когда моего сына нет в машине, но я хочу дождаться его. Поэтому я этого не делаю. Но он говорит о том, что очень многие люди страдают психическим ожирением. Похоже, что их разум — это то, что заставляет их вещи не работать. А для вас, ребята, все это самое главное. И в любом случае эти продукты работают. Просто продолжайте фокусироваться на главном. У вас, ребята, все получается потрясающе. Я очень рад услышать, что у вас получилось. Джош и Брит, что у вас есть для этого? А как насчет нас? Вы просто великолепны. Большое вам спасибо, Бен. Во-первых, я хочу сказать, что мне очень нравится, что у нас есть генеральный директор, который вкладывает в себя умственные способности, не так ли? Бен постоянно говорит о том факте, что он постоянно читает. Он всегда говорит о том, что на прошлой неделе я порекомендовал ему книгу, и он уже говорит о самородках из этой книги. Потому что если мы не будем делать это последовательно, вот в чем дело. Что, где вы находитесь в жизни прямо сейчас после того, как вы станете взрослым в Соединенных Штатах, по крайней мере, я не могу говорить за все страны. Но здесь, в Соединенных Штатах, после того, как вы станете взрослым, ваше место в жизни определяется тем, как вы мыслите. То, как вы мыслите, определяет решения, которые вы принимаете, а решения, которые вы принимаете, в конечном счете определяют результат. Если вы никогда не читали книгу Урбана Мейера «Выше линии», он говорит о том, что И плюс Р равны У. И это означает, что события плюс реакция равны результату. Учитывая вышесказанное, если мы не будем последовательно инвестировать в то, как мы мыслим, мы не сможем принимать правильные решения, которые приведут нас к лучшему результату. Мне очень нравится, что, Бен, я имею в виду, у нас есть наш основатель, наш генеральный директор навсегда-навсегда. И если вы читаете какие-нибудь книги, подобные экстремальному владению, в которых говорится о генеральных директорах, то средний генеральный директор компании читает около сотни книг в год. Почему? Потому что они работают над тем, как они мыслят, чтобы изменить принимаемые ими решения и сделать лучший выбор, не так ли? И я просто благодарен за то, что у нас есть элит, главный лидер в нашей компании, и он всегда поглощает эти самородки. Те вещи, о которых я действительно хотел поговорить сегодня, сбили меня с толку. Я действительно хотел бы выделить пару моих любимых продуктов, CBD и магний. Я всегда буду принимать эти препараты, потому что я не предъявляю здесь никаких медицинских претензий, но я страдаю мигренью с 17 лет. И в апреле я начал принимать их каждую ночь, и с тех пор у меня не было ни одной мигрени. Я не утверждаю, что причина именно в этом, но именно в этом и заключается изменение, не так ли? Так что мне нравятся здешние продукты. Но на прошлой неделе мы говорили о том, чтобы сосредоточиться на миссии. Мы говорили о том, что я сказал, что мы с Бриттеней не мотивированы деньгами, мы сосредоточены на миссии. И все же, в чем же заключается наша миссия? На самом деле, в чем заключается миссия жить хорошо? И если вы не слышали, Бен сказал это вчера вечером, и с другой стороны, он сказал это сегодня по телефону. Он сказал, что 99% людей — это то, на чем мы фокусируемся, а не 1% — не 1%. И я скажу вам, что есть некоторые лидеры, лидеры отрасли, у которых это вызывает раздражение. Это их беспокоит. Это по-настоящему выводит их из себя. И знаете что? Это не выводит меня из себя, потому что я с этим покончил. Взгляните сюда. В этом пространстве мы с Бриттеней заработали довольно приличные деньги. Я бывший офицер полиции, который смог уволиться со своей работы. Мы заработали довольно приличные деньги. Но знаете что? Мы видели людей, которые были не в восторге от этого, но мы видели людей, которые не зарабатывали денег, а тратили больше денег. И мы знали, что зарабатываем деньги, в то время как они их не зарабатывали. И мы видели людей, которые из-за того, что мы сделали, они мне, честно говоря, стыдны за это, но из-за того, что мы сделали, они были полностью загружены работой. Они застряли в ежемесячном автоперевозчике. И наше с Бриттеней сердце просто не может продолжать в том же духе. Поэтому, когда мы посмотрели Лив Гуд, мы поняли, в чем заключается наша миссия. Как я уже говорил на прошлой неделе, наша миссия заключается в том, чтобы никто не пострадал, а помочь маленькому парню. И когда я это говорю, я имею в виду неснисходительность, потому что угадайте что? Вы недолго останетесь маленьким мальчиком, если сосредоточьтесь на этой миссии. Цель состоит в том, чтобы помочь маленькому мальчику. У меня есть, у меня есть кто-кто, кто написал мне вчера сообщение. Она подписалась от первого лица. Она подписалась от первого лица, но она здесь уже три месяца. Она подписала свой первый контракт, по-моему, три месяца назад. Она подписалась от первого лица, и она почти написала мне сообщение, и дала мне аудиоклип, и почти в слезах сказала, что она так взволнована. Потому что в ее предыдущей компании она перерасходовала деньги. Она была, она не была, но когда она подписывала контракт с кем-то, они увольнялись буквально на следующий день, как и они сами. И она была так взволнована. И это то, что наполняет мою чашу терпения. Это то, что приводит меня в восторг. Так что если у вас нет сердца лидера, значит у вас еще нет стремления к добру. Как только вы осознаете это, вы осознаете, что это намного больше, чем у любого из нас. Это касается всех нас. Вот в чем дело. Наша первоначальная компания, мы сейчас находимся в Вегасе, Бриттани и я, и наша первоначальная компания, мы когда-то были большой компанией. Это была компания стоимостью почти в миллиард долларов. Я могу сказать, что вы, ребята, возможно, слышали о ней. Это была компания Advocare. Ей было 25 лет, и она была очень-очень крупной. И мы гуляли по Соединенным Штатам, и мы шли по улице в Вегасе, и мы видели людей, других людей, одетых в рубашке с названием этой компании, и они или они видели наши рубашки. И они бы сказали, да, они бы поддержали нас, и все такое прочее. И хотя у этой компании были проблемы, и она все еще существует, в ней было что-то особенное, не так ли? И я говорю это, потому что это дало мне представление о том, как жить хорошо. Видите ли, у Лив Гуд нет таких проблем, когда речь идет о компании с фронтальной загрузкой, или вы застряли в автоперевозчике, или что это в этом роде? Но прямо сейчас мы идем по улице в Вегасе, и я думаю, что пока не вижу других футболок Лив Гуд. Все верно. Я пока не вижу никаких других футболок Лив Гуд. Я не могу дождаться, когда мы пройдемся по улице в Вегасе, и люди будут вести себя хорошо в прямом эфире. Они поддерживают нас, потому что миссия того, что мы здесь делаем, намного больше, чем у любого из нас. Мы помогаем маленькому парню победить, но здесь так много лидеров, что сейчас я обращаюсь к вам, к вашей работе. И так, как я уже сказал, вчера вечером мы с Мерседес говорили о том, что она декрутер первого лица. Мой приятель Клинт, он деревенщина из Южного Иллинойса. Он никогда этим не занимался, но он зарабатывает здесь деньги. Это наполняет мою чашу терпения. Мой друг Уинслоу только что завоевал бронзовую медаль. Он здесь уже месяц. Он только что завоевал бронзовую медаль. Это наполняет мою чашу терпения. Он никогда раньше этого не делал. Но потом у меня появился мой приятель, Майк Робинсон. Он работал во многих компаниях, и теперь он стал серебряным призером. И вот, Майк, я разговариваю с людьми, которые находятся на том же уровне, что и он. Вы уже давно перестали быть маленьким парнем. Пришло время вам заплатить вперед. Пришло время вам проявить заботу о людях, которые находятся рядом с вами во время нашего перехода. И, возможно, в глубине души мы всегда будем чувствовать себя маленькими мальчиками, потому что я, безусловно, так и делаю. Но по мере того, как вы переходите к роли лидера, вам пора выйти и заплатить вперед. Поэтому я обращаюсь к таким людям, как вы. Пришло время нам выйти на улицу, заплатить вперед и построить это вместе. Помогите маленькому парню, но платите вперед по мере того, как мы будем строить это вместе. У вас есть что-нибудь на уме? Я немного переутомился, но... Нет, я просто каждую неделю поражаюсь душевному состоянию тех, кто участвует в этом разговоре, Бена Ноттера, Райана Лизы, и тому, как мы продолжаем расти. И мы не ведем себя эгоистично, не хвастаемся или что-то в этом роде. И просто каждый божий день мы помогаем людям, и все мы сосредоточены на одной и той же миссии. Возвращаюсь к вам, Бен. Спасибо вам, ребята. Мне это очень нравится. Мы либо растем, либо сокращаемся с каждым днем. Между нами никого нет. Чем больше вы учитесь, тем больше вы растете. Вы, ребята, просто потрясающие. И да, мне нравится быть маленьким мальчиком. Я по-прежнему считаю, что мы доминируем в этой индустрии прямо сейчас. Но я по-прежнему считаю нас маленькими мальчиками. И мы взяли на себя эту огромную, просто гигантскую индустрию и полностью доминировали над ней, сокрушая ее и выводя из себя множество людей. И мне это нравится. И это потрясающе. И мы только начинаем. Ребята, это потрясающая работа. Большое вам спасибо. Давайте отправимся в Рино, штат Невада. Я вижу на своем экране доктора Аарона Оксла, что у вас есть для нас. Боже мой, я так взволнована тем, что нахожусь здесь. Я должна сообщить вам, что вчера вечером Бен Нотер, Райан и Лиза из-за вашего вчерашнего звонка наш чат в мессенджере нашей команды был просто потрясающим. Хорошо, мы делаем три вещи в нашей команде, а затем я собираюсь приступить к своим тренировкам. Мы приобретаем некоторые продукты. Мы подключаемся к звонкам по четвергам и пятницам и становимся бронзовыми призерами, потому что когда ты становишься бронзовым призером, ты становишься благословением. Это все, что мы здесь делаем. Когда вы доберетесь до бронзы, вы спросите себя, кто из двух ваших любимых людей. Идите и благословите их. Это все, что мы делаем, чтобы жить хорошо. Вот я и спрашиваю, какой мой любимый продукт. Я понятия не имею. У меня отличные результаты. Я использую их все. Я считаю, что чем больше, тем лучше. Как и я. Как вы вообще могли. Я использую их все. Это так потрясающе. Брит, вы только что кое-что сказали. Поза сердца. Мой сегодняшний тренинг посвящен тому, как правильно принять позу и стать собой. И это слово, которое я никогда раньше не использовал. Но вчера я говорил об этом со своим другом и мы. Мы говорим о нашем личном развитии. Я хочу, чтобы вы стали невыносимым человеком. Когда вы вчера вечером слушали наших тренеров, вы поняли, что они просто невыносимы. Что это значит? Невыносимы. Согласно словарю, не испытывает психического дискомфорта, безразличен к критике или негативным комментариям, не раздражен и не провоцируется. Хорошо, Робин Шарма, один из моих любимых наставников, говорит вот что. А теперь послушайте вот это. Не проявляйте неуважения к своему создателю, отвлекаясь на несущественные вещи или прилагая усилия. Не проявляйте неуважения к своему создателю, отвлекаясь на несущественные вещи или прилагая усилия. Давайте добавим к несущественным усилиям, отвлекающим внимание, то, что другие люди думают о вас. Давайте добавим к несущественным попыткам отвлечься знания, которые вы можете получить, привязанность к результатам. Так как же вы становитесь невыносимым? Еще один способ подумать об этом — это жить хорошо. Как вы становитесь уверенным в себе, обладаете осанкой, верой, жизнестойкостью, преданностью, быть осуждённой. Будь непоколебим. Всё очень-очень просто. Три буквы «П». Первый пункт — это усилить вашу страсть. Как вы усиливаете свою страсть? Вы отвечаете на звонки. «Я вот-вот потеряю свой вечно любящий разум, а я здесь уже шесть месяцев. Я вот-вот сойду с ума от этих звонков. Я прихожу сюда не потому, что не понимаю, что я делаю, и не потому, что живу хорошо. Я прихожу сюда, чтобы усилить свою страсть». Хорошо, так как же вы усиливаете свою страсть? Вы повышаете своё мастерство. Вы узнаете, как организовать экскурсию, хорошо? Вы занимаетесь самообразованием. Вы изучаете эти цифры. Вы изучаете эти цифры. Когда вы изучаете эти цифры от Бена и Ноттера, вы не можете. Вы не можете не быть терпимым к постижению. Я невыносима. Когда люди приходят ко мне и задают какой-либо вопрос о том, как жить хорошо, у меня всегда есть отличный ответ. У меня всегда есть отличные новости. Именно это я имела в виду. Я не знаю ответов на эти вопросы. У меня хорошие новости. Я невыносима. Вам не удастся поколебать меня. Здесь нет ничего, кроме хороших новостей. Вы подключаетесь к интернету и получаете доступ к продуктам. Именно так вы усиливаете свою страсть к этому делу. И это работа, которую можете выполнить только вы. Никто не сможет сделать это за вас. Хорошо? Во-вторых, вы должны защищать свою цель. Моя цель предельно ясна. Я невыносима. Так как же вы это делаете? Держите это на приборной панели своего мозга. Скажите всем, что это моя миссия – освободить пленников. Моя миссия заключается в том, чтобы жить в Кабуле, потому что я помогла стольким людям. И теперь я живу в Кабу и ем Гуакамоле с Гартом. Как будто это и есть моя миссия. Все знают продавщицу в продуктовом магазине, Аду, мою кассиршу. Она спрашивает, как дела в Кабу? Вы уже построили свой дом? Я такая, окей, это просто смешно. Все знают о миссии доктора Аарона. Но вы должны защищать свою цель. Спросите себя, приближает ли это меня к моей мечте. Хорошо. И, наконец, вы повышаете свою продуктивность. Что, черт возьми, я имею в виду под этим? Если продуктивность – это движение стрелки в направлении наиболее важных вещей, вы увеличиваете количество посещений, которые вы получаете. Это все, что мы делаем. И вы должны вести себя так, как считаете нужным. Вы не можете сидеть здесь и принимать позу. Вы должны вести себя так, как считаете нужным. Вы должны вести себя так, как считаете нужным, чтобы изменить свое мышление, вместо того, чтобы пытаться думать так, как считаете нужным, чтобы изменить свое поведение. Если у вас нет чувства собственного достоинства в этой компании, я говорю это с любовью. Это просто означает, что вы не поделились этим с достаточным количеством людей. Чтобы это поверило мне, поверило мне, имело верь в это. И дайте мне знать через 30 дней, если это не так, если это не так, то вы просто не поделились этим с достаточным количеством людей. Так что будьте терпеливы. Скоро всем станет очень весело Спасибо вам Мне это очень нравится Когда-нибудь это станет вашей книгой Гуакамоле с Гартом Доктор Аарон освободил пленников Отлично Название Это было потрясающе Но нет, ни в коем случае не проявляйте неуважения к создателю незначительными усилиями И говоря о книге Хастл, которую Джош и Брит рекомендовали на прошлой неделе Я рекомендую всем ее приобрести Она называется Хастл Джошуа Миткапа Запишите ее на аудио Аудиокнига великолепна Это он, автор, читает ее Но одна вещь, которую он сказал, заключается в том, что именно то, что вы делаете, когда никто не видит, имеет решающее значение И когда вы, ребята, делаете это, добиваетесь, чтобы это произошло, не просто, знаете ли, участвуете в этих звонках Но и что вы собираетесь делать после этих звонков Что вы собираетесь делать, когда закончите этот звонок Сегодня пятница Сегодня первый день недели в программе Ливгуд Пришло время выйти на сцену и добиться успеха Аарон, это потрясающая вещь Большое вам спасибо Продолжайте освобождать этих пленников Вы потрясающи Давайте отправимся в Атланту, штат Джорджия Трейси Уокер, что у вас есть для нас? Счастливой пятницы, счастливая семья Мне всегда приятно находиться среди всех вас, рок-звезд Сегодня я хочу немного поговорить о социальных сетях И для всех, кто наслаждается или желает использовать социальные сети Что я думаю, мы должны делать Каждый должен делать, чтобы построить свой живой, хороший бизнес По крайней мере, общаться с людьми Я хочу, чтобы вы сосредоточили свое внимание на четырех конкретных областях Давайте просто скажем, что у вас есть 30 минут, не так ли? Допустим, у вас есть час, независимо от того, что вы выделили на свой бизнес в прямом эфире И вы хотите разбить свое время в социальных сетях на эти четыре сектора Они не обязательно должны быть равными по времени, не так ли? Это будет 15 часов 15 минут 15 секунд Но вам нужно решить по ходу дела, как вы хотите справиться с этим Но это те четыре области, в которых вы должны отдавать себе отчет в своих действиях Как сказал доктор Аарон, это ваша продуктивность, не так ли? Итак, во-первых, ваша способность быть общительным слушателем, не так ли? Что такое социальный слушатель? Социальный слушатель – это, по сути, то же самое, что когда вы выходите на улицу и просматриваете страницы, не так ли? Но вы просматриваете их целенаправленно Другими словами, как будто вы просматриваете страницы, вы ищите что-то, вы на самом деле читаете контент Когда вы находите кого-то, кто публикует что-то ценное, с чем вы согласны, вы на самом деле комментируете, вы на самом деле отвечаете, не так ли? Вы слушаете, то есть наблюдаете технически, но вы наблюдаете, поскольку вы прислушиваетесь к вещам, которые выделяются. Таким образом, должен быть определенный период вашего времени, когда вы занимаетесь именно этим, не так ли? В данный момент вы находитесь на пути социального прослушивания, не так ли? Вторая область — это ваше социальное влияние, не так ли? Итак, вы будете слушать, наблюдать и делать другие вещи для других людей, но тогда вы будете оказывать влияние. Другими словами, какой вклад вы вносите в социальные сети? Какой контент вы публикуете, который полезен и ценен для других людей? Как вы делитесь живым добром с другими людьми? Как вы влияете на них, чтобы они взглянули на него? Не так ли? Я думаю, что Кари поделилась чем-то ранним о даме, которая опубликовала свой пост, и сказала «Эй, я не пытаюсь этого сделать». Я не пытаюсь этого сделать. Но у меня есть видео, которое изменит ее жизнь. Именно этот способ она выбрала, чтобы влиять на людей, чтобы они обращались к ней. Таким образом, у вас должен быть период времени, когда вы оказываете влияние и вносите свой вклад. Третий момент – это ваши социальные сети. Так вот, социальные сети – это когда вы на самом деле общаетесь с людьми, которые находятся в социальных сетях. Не обязательно на стенах, где вы слушаете. Но, может быть, в ДЭМС вы сможете вести больше разговоров конкретно о живом добре, конкретно о продуктах, конкретно о возможностях, не так ли? Если говорить конкретно о чем-то, где вы встречаетесь с людьми, и все, с кем вы встречаетесь, не будут так увлечены хорошей жизнью, как мы. Я знаю, что всем хочется так думать, но это не так. Итак, ваша способность к общению продолжает оказывать социальное влияние, не так ли? А также умение прислушиваться к общественным мнениям, по крайней мере, привлечет их, и в конечном итоге нужному человеку придется вернуться, не так ли? Потому что это просто естественный поступок. И тогда четвертым шагом будет ваша социальная продажа, не так ли? Ваша способность генерировать потенциальных клиентов, ваша способность обращать людей и направлять их на видео, где они становятся участниками предварительной регистрации. И ваша способность работать в этом процессе, потому что вы, ребята, знаете, что на самом деле не каждый участник предварительной регистрации обновления. Значит, там есть что-то, что можно сделать, не так ли? Вы можете продолжать общаться с этими людьми. Вы можете продолжать приносить им пользу, приглашать их участвовать в этом деле, приглашать их, знаете ли, ко всему, что происходит в обществе Live The Society. Но какими вещами, которые вы делаете, вы можете привлечь людей к участию вместе с вами. Итак, повторяю, эти четыре области, четыре квадранта, квадранты социальных сетей. Это ваше социальное слушание, ваше социальное влияние, ваши социальные сети и ваши социальные продажи. И если вы сможете найти способ вписать эти четыре вещи во время, которое вы выделили для своего живого, хорошего бизнеса. И если вы продуктивны, а не заняты, я думаю, что все начнут замечать еще больший рост вашего бизнеса, а также интерес к тому, чем вы занимаетесь. Так что живите по-семейному, примите это, используйте в своих интересах и возвращайтесь к себе, Бен. Все в порядке, это потрясающая штука. Просто небольшое уточнение, несколько вопросов. Итак, будучи социальным слушателем, как будто вы видите кого-то, кто приносит контент, добавляет ценности, с кем вы связаны, кто вам нравится, что вы делаете. Вы контактируете с ними? Это так? Нет, нет, если вы просто будете слушать в социальных сетях, вам это понравится. Вы нажмете кнопку сердца, любовь или что-то еще, и, возможно, оставите комментарий. О, это было великолепно. Я действительно прониклась этим чувством. Не так ли? Или то же самое касается и меня? Мой сын делает то же самое. Это так удивительно, не так ли? Что бы это ни значило, просто расскажите об этом. Не пытайтесь продать это. Вы просто общаетесь и слушаете. Все в порядке. А какой смысл строить отношения? Социальные сети основаны на алгоритмических вещах, не так ли? Итак, если вы просто хотите, чтобы люди комментировали и ставили лайки вашим вещам, в то время как вы никогда не выходите на улицу, и не комментируете и не ставите лайки вещам других людей, что же этого не произойдет? Это почти так же, как если бы вы хотели, чтобы кто-то постоянно приглашал вас на свидание, но... Но ты никогда не приглашаешь меня на свидание. Этого просто не может быть, не так ли? Так что это должны быть взаимные отношения. Это не только алгоритм, но и просто навыки общения с людьми. Потрясающее объяснение. Таким образом, социальное влияние — это ваше сообщение, которое повышает ценность, приносит пользу, вызывает интерес. Социальные сети, объясните это еще раз. Таким образом, социальные сети — это то место, где вы на самом деле общаетесь с ними. Давайте предположим, что, Бен, вы опубликовали что-то о хасл, и что вы с вашим сыном слушаете это, не так ли? Я могла бы зайти к вам на стену, если бы вы разместили это сообщение и сказать, «О боже, я слышала об этой книге, я собираюсь загрузить ее, не так ли?» И, возможно, вы скажете что-нибудь в ответ. Но если я просмотрю ваш пост и увижу ряд вещей, которые меня заинтересуют, я действительно смогу связаться с вами в DM и сказать, «Эй, Бен, мы никогда раньше не встречались. У нас была возможность встретиться, но мне действительно понравился ваш контент о том, как вы проводите время со своим сыном. У меня есть сын, и вы знаете, мне нравится, как вы интегрируете его в мир бизнеса. Меня зовут Трейси. Я рада с вами познакомиться. Это совершенно другая динамика, чем просто сидеть у вас на стене и слушать». Это потрясающе. Мне это очень нравится. И социальные продажи продолжают поддерживать этот разговор. Попросите их присоединиться к нам. Совершенно верно. И вы просто хотите жить хорошо. Да. Это потрясающе. Просто великолепно. Мне это очень нравится. Отличная штука. Принесите пользу. Большое вам спасибо, Трейси. Как всегда, давайте закроем эту тему с их хорошей подругой из Аризоны, Тришей Коста. Здравствуйте, здравствуйте. Я только что вернулась из Мексики. Я должна сказать вам, ребята, что хорошая жизнь заставила меня отказаться от недвижимости. И теперь я нахожусь в Мексике, как и каждый день. Я буквально вернулась в воскресенье. Позавчера снова поехала туда и вернулась домой. Я просто наслаждаюсь своей жизнью и живу хорошо. И сегодня мы поговорим о целях и последовательности. Эти две вещи очень важны. И я хочу сказать вам, ребята, что заниматься этим бизнесом так просто, но также легко и не заниматься им. Кстати, о книгах Джефф Олсен, о легком перевесе. Вот о чем он говорит. Это просто легко сделать, но легко и не делать. А те вещи, которые вы должны делать, кажется, совершенно не влияют на то, что вы делаете сегодня, через 12 месяцев. В этом и заключается суть проблемы. В этом вся разница. Например, если сегодня я съем салат, а Трейси съест чизбургер, то сегодня это не имеет никакого значения. Но перенесемся на 12 месяцев вперед, через 24 месяца, и это огромная разница. Возможно, вам кажется, что вы не знаете, что сегодня я ничего не делала. Все в порядке. Нет, со временем мир изменится к лучшему. Так что запишите свои цели. Чего именно вы здесь хотите? Запишите не только свои цели, насколько я хочу достичь алмаза или бронзы, что бы это ни было, но и действия с высокой отдачей. Потому что на самом деле вы не можете контролировать результат так же сильно, как вы можете контролировать свои собственные действия. Активность. Я могу сказать, что к этому сроку я хочу взвесить именно столько. Я могу контролировать, насколько это в моих силах, то, что я ем каждый день, если я каждый день хожу в спортзал. И именно там я могу это сделать. О, вы совсем замерзли. Триша, вы нас слышите? Триша, Триша. Я надеюсь. О, вот и все. Теперь вы, вы, вы застыли примерно на последние 10 секунд. Вы застыли, вы снова застыли. Вот и все. Так все в порядке или нет? Сейчас это произойдет. Посмотрите, как это будет происходить. Раздавите это. О, здесь написано, что у меня нестабильное подключение к интернету, и я нахожусь в Аризоне. Это странно. Хорошо. Обычно я ожидаю, что это произойдет в Мексике, а не в Аризоне с Коксом. Спасибо вам, Кокс. В любом случае, вы должны быть уверены, что сосредоточены на постоянстве, потому что вам почти лучше ходить в спортзал каждый день по 20 минут, чем раз в неделю по 3 часа. То же самое относится и к вашему бизнесу. Последовательность — это главное. Поэтому ставьте перед собой цели, основанные на вашей деятельности с высокой отдачей, а также на том, какого ранга вы хотите достичь, сколько людей вы хотите иметь в своей команде. Вы действительно хотите сосредоточиться на высокооплачиваемых действиях, которые вы можете контролировать каждый день. Запишите это. В чем это будет заключаться? Возможно, вы будете общаться с двумя людьми в день. Для кого-то еще это может быть 10 человек. Доктор Аарон говорил, что вы можете усилить свою энергию. Так что это может быть 10, может быть 50, может быть 60 человек. Все, что вам подходит, но все, что вы можете поддерживать в рабочем состоянии. Не говорите, что вы собираетесь связаться с 50 людьми, если вы можете сделать это только в понедельник, а потом вы скажете, «Вау, я ей перегорела. Теперь я не собираюсь ничего делать в течение двух недель». Так что, возможно, это будут всего 2 человека в день. Итак, скольким людям вы собираетесь помогать каждый Божий день? Придерживайтесь этого показателя в течение 90 дней. Дней. Продолжайте в том же духе. Со сколькими людьми вы собираетесь поддерживать связь каждый Божий день? Еще раз повторяю, ставьте перед собой реалистичные цели. Не придумывайте сумасшедшую цифру, которую вы сможете достичь за 90 дней. Это должно быть ежедневно. Две истории в день на Фейсбук, по крайней мере, две истории в день. Публикуйте истории в течение всего дня. Ой, я здесь, чтобы ответить на этот звонок прямо сейчас. Позвольте мне сделать скриншот. Выкладывайте истории. «Привет, я сейчас нахожусь в джакузи». Что бы вы ни делали, создавайте истории, потому что многие люди видят это и начинают взаимодействовать с вами. И таким образом вы также увеличиваете число своих подписчиков. Публикуйте посты хотя бы раз в день. Публикуйте что-нибудь каждый день. Будьте искренни, говорите от всего сердца. Но если вы будете делать это последовательно, то обязательно запишите это, потому что вы хотите сформулировать свои цели. Я говорю вам, что это изменит правила игры для вас. И сделайте это первым делом утром. Итак, это первое, что я делаю, когда просыпаюсь. Это мои аффирмации, моя визуализация, моя медитация. Я пью зеленый сок каждое утро. Ребята, я обожаю эти продукты. Если бы мне пришлось выбирать свои любимые продукты, я бы назвала четыре. Итак, это зеленые и красные. Я обожаю коллаген, и мы все одержимы четвертым фактором. Я слышала, как доктор Райан однажды сказал, что вы можете принимать до шести капсул в день. Поэтому я принимаю шесть таблеток в день. Я хочу убедиться, что у меня нет воспаления в организме. Эти продукты просто невероятны. То, что Бен сказал сегодня о таких людях, как... Я думала, что каждый человек, имеющий это членство, принимает по крайней мере десять продуктов в день. А если вы этого не делаете, значит вы не в своем уме. В связи с этим мне очень нравится беседа с Джошем о футболке, потому что я собиралась сообщить вам, ребята, что на следующей неделе меня здесь не будет. Я полечу в Лонг-Бич, чтобы встретиться с нашей хорошей семьей во время круиза, который подводит меня к тому, о чем всегда говорят Райан и Лиза. Примерно так, общительный. Это часть вашего здоровья. Вы должны быть общительными, а я за то, чтобы быть общительной. Итак, я буду лететь в Лонг-Бич. И я собиралась сказать вам, ребята, убедитесь, что на всех нас надето снаряжение Лив Гуд, чтобы мы могли знать, что мы с Лив Гуд. Мы можем встретиться при регистрации на круиз в пятницу. И да, мне нравится жить в хорошей семье. Возвращаюсь к тебе, Бен. Это потрясающе. Большое вам спасибо, Триша. Триша, отличная работа. И да, все дело в постоянстве. Мне это нравится. The Slate Edge — это еще одна книга под названием «Комплексный эффект», в которой рассказывается о том, как просто делать маленькие вещи каждый божий день последовательно-последовательно. Сегодня это не будет иметь большого значения, но они складываются в общую картину. Продолжайте их выполнять. Это имеет огромное значение в течение месяца, полугода, года. Ребята, посмотрите, что происходит. Так что да, это потрясающая штука. Триша, я также принимаю шесть факторных четвертаков в день. Я принимаю три утром и три вечером. Да, у меня старые колени, но я все еще в состоянии все делать и не отставать от своих детей. Так что я тоже определенно верю в это. Но да, это потрясающая штука, потрясающая идея. Вы, ребята, зажигаете. Большое вам спасибо за то, что вы здесь, распространяете любовь, знания, помогаете всем. Вы, ребята, просто потрясающие. Это все, что у меня есть. Ни Лиза, ни Райан. Вы, ребята, не хотите что-нибудь добавить? Леди первая, Лиза. У меня есть еще кое-что на самом деле очень быстрое. Отличный вопрос. Мне все это очень нравится. Вы, ребята, вдохновляете каждого. Мне нравится это слушать. Спасибо вам. Это потрясающе. Это честь для меня. Брат, так вот в чем дело. Дамы и господа, сегодня первый день программы Лив Гуд. У нас только что были замечательные учителя. Они научили вас множество удивительных вещей. Все дело в вашей индивидуальности. Когда в вас есть живое добро, оно обязательно проявится через вас. А это происходит только тогда, когда вы становитесь продуктом этого продукта. Цифры не лгут. Вот мое скромное предложение. Воспользуйтесь всем, чему вас научили. Воспользуйтесь ссылкой на свою домашнюю работу. Обратитесь ко всем, кого вы знаете. Ко всем, кто включен в ваш рождественский список, в списке на Хануку сегодня. Вот почему эта пятница называется Зажигательная пятница. Свяжитесь со всеми и скажите, «Эй, вы слышали, что происходит в прямом эфире?» Это хорошо. Вот и все. Отправьте им ссылку. Если у них возникнут какие-либо вопросы, то это членство в клубе, самые потрясающие продукты, немного завышенная стоимость. Взгляните на это. У них почти миллион пользователей. Вот и все. Не вдавайтесь в подробности. Помните, когда я женился на Мелиссе, когда женился Бен, когда многие из нас поженились, когда мы рассылали приглашение, я не спрашивал мнения людей о моей жене. Вы приглашаете людей на экскурсию, потому что вам нравится то, что мы делаем. И знаете что? Вы не единственный, кто взволнован. 799999 других тоже взволнованы. Поэтому свяжитесь со всеми, кого вы знаете, отправьте им свою страницу с экскурсией и попросите их совершить бесплатную экскурсию. Помните, что вы являетесь гидом. Это все, что вы собой представляете. Вы экскурсовод-рассказчик. Поделитесь своей любовью. Это похоже на то, как вы приглашаете людей на свадьбу. Это самое главное. Это самое главное. Я должен сделать это очень быстро. Социальные сети. Я вроде как знаю, что я делаю. Я преуменьшаю это значение. Вот что вы хотите сделать. Бен говорит о том, что люди не могут не замечать того, что мы делаем. Это действительно так. Так вот, чем вы занимаетесь. Мы только что снизили цену на наш CBD, и ни одна другая компания в отрасли не делает этого. Они ищут предлоги, чтобы повысить цену. Таким образом, люди наверху, для которых они разрабатывают комп-план, останутся здесь и постучат, перейдя в следующую компанию. Вот что вы должны сделать. Выслушайте меня сегодня очень внимательно. Возьмите эту фотографию нашего масла CBD на странице сравнения, обведите наше масло CBD кружком, а затем разместите ее в своей статье или в любом другом месте, где вам нравится. Все люди разные. Хорошо. Тогда я хочу, чтобы вы вернулись к поискам других компаний сетевого маркетинга, которые продают CBD за 80 или 100 долларов, и начали лайкать посты их наиболее активных пользователей. Мне это просто нравится, очень нравится. Когда кто-нибудь увидит, что вам понравились пять его постов, угадайте, что он собирается сделать. Они неизбежно спросят, кто этот человек, которому нравятся все мои посты. Они обязательно придут и посмотрят на вас. И знаете что? Как сказал Бен, они не могут не оценить наши цены на нашу модель. Вот как вы выходите на улицу и делаете это массово в течение следующих 24 месяцев, дамы и господа, примерно через 5 или 6 лет, наступит день, когда люди скажут, вы хотите сказать, что был день, за который люди заплатили бы 100 долларов, продукт, изготовление которого обошлось в 8 долларов. Неудивительно, что они прожили не менее 2,8 месяцев и так и не поправились. Наша миссия состоит в том, чтобы помочь мастерам поправиться, оставаться здоровыми и делать это доступным способом. Это только верхушка айсберга. Дамы и господа, не заставляйте меня продолжать в том же духе. Мы испытываем невероятное блаженство. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам. Сходите сегодня за 25 экскурсантами. Возвращаюсь к вам, Бен. Это потрясающе. Райан, что у вас есть? Да, я, может быть, и помешан на продуктах, но позвольте мне сказать вам, что я человек, подающий пример другим. И мне очень нравятся эти продукты. У меня только что был день рождения, и я все еще могу окунуться на 10-футовом бортике. Я просто хочу сказать, что эти продукты являются частью моей консистенции. Это часть моего плана. Именно поэтому я искренне верю в них. Они мне очень нравятся. Так что просто продолжайте, продолжайте заниматься, сохраняйте последовательность. И если уж на то пошло, я хочу поблагодарить вас всех сегодня. Поздравляю всех с повышением рейтинга и благодарю вас за то, что вы уделили особое внимание продукту. Я просто в восторге. Я сижу здесь в своем кресле. Я просто немного расслаблен. Это просто великолепно. Приятно на это смотреть. Приятно слышать, что люди пишут об этом. Я получаю еще так много электронных писем, и отзывы просто потрясающие. Но, Бен, я думаю, что нам следует, честно говоря, чувак, я думаю, что нам следует активнее использовать наш аккаунт в социальных сетях. Вы видите это в нашем будущем с LiveGood. Оно приближается. Это одна из тех вещей, над которыми мы работаем. Да, все в порядке, приятель. Очень много. И да, мы собираемся это сделать. Говоря о продуктах, Джош, не могли бы вы быстро снять для нас 32-е видео, в котором просто говорится «Эй, у меня мигрень с 17 лет, с тех пор, как я был принимая эти продукты, я еще ни разу их не пробовал». Прямо сейчас? Это потрясающе. Да, прямо сейчас. Отправьте это в службу поддержки. Это попадет в мой почтовый ящик. Мы сделаем это. Спасибо вам. И мы собираемся отправить еще одно электронное письмо, или не другое, а электронное письмо, с просьбой ко всем поделиться своими отзывами о продукте. И предоставить вам, ребята, все больше и больше ресурсов, силовых боеприпасов. Чтобы выйти туда и поделиться ими, разделяйте миссию, делитесь продуктами, делитесь возможностями, делитесь ценностями, делитесь любовью. Еще раз огромное вам спасибо. Желаю всем отличных выходных. Сегодня пятница, первый день недели для Firestarter. Отправляйтесь туда и сделайте так, чтобы это произошло. Мы увидимся с вами, ребята, в четверг. Продолжайте зажигать. Вы, ребята, зажигаете. По понедельникам. Мы уходим. О, да, в понедельник. В понедельник. Не пропустите это событие. Пожалуйста, будьте там. Да, в понедельник, в понедельник. И пригласите сегодня 25 человек на экскурсию. Ваш гид проведет бесплатную экскурсию с раздачей подарков. Вперед, вперед, вперед.